А задача, которая кочует от одного кега к другому, такая, два груза массами, соответственно М1 1 кг и М2 2 кг, лежащая на гладкой горизонтальной поверхности, связанная невесомой и нерастяжимой нитью. Нагрузы действуют силы F1 и F2, как показано на рисунке. Сила натяжения T 15 ньютонов. Каков модуль силы F1, если F2 21 ньютон? Тоже достаточно интересная задача. Давайте посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы решить. Расставить силы. Поскольку было сказано, что поверхность гладкая, это означает силы трения нету. Поэтому в данной задаче, мы это должны запомнить, нужно рассматривать только те силы, которые будут действовать в горизонтальном направлении. И я выбираю положительное направление оси слева направо. Тогда здесь у нас будет французский поцелуй. Т, 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 Т. Все. А теперь давайте посмотрим. Ф2 известна. Т тоже известна. Причем F2 больше, чем Т1. А это означает, что вся эта система грузиков, несмотря на то, что сила F1 мешает двигаться, будет двигаться с ускорением слева направо. И с одним и тем же ускорением будет двигаться как тело массой М2, точно так же и тело массой М1. То есть ускорения будут абсолютно одинаковыми. Ну тогда и давайте посмотрим. Для того, чтобы найти ускорение, для того, чтобы найти ускорение, необходимо, да, вот, необходимо сумму всех сил поделить на массу. Это и есть самый, что ни на есть, настоящий второй закон Ньютона. Поэтому для первого тела это будет F2 отнять Т и деленное на М2. А для второго тела будет Т отнять F1 и все это деленное на М1. Вот такая вот у нас штукенция получилась. Самое-то интересное еще, что массы нам известны. М1 и М2. М1 было 1 килограмм, а М2 было 2 килограмма. Ускорения одинаковые. Значит, F2 минус Т равняется на М2, равняется Т минус F1 и деленное на М1. Ну и что получается? F2 отнять Т. Это получается 6. 6 делим на 2, получаем 3. Т 15, отнимаем F1, которое нам необходимо найти и делим на 2. Ну и что получается? Получается 6 равняется 15 минус F1. Ну и откуда будет следовать, что F1 это 15 минус 6 или 9 Ньютонов. Вот и все. Итак, каков алгоритм? Убедиться в том, что сила F2 больше, чем сила Т1 и сообразить, что эти два тела будут двигаться абсолютно с одним и тем же ускорением. Но когда мы найдем эти ускорения, вот, можно приравнять и правые части. Приравняв правые части, мы видим, что получается уравнение с одним неизвестно. Мы его решили и получили ответ 9 Ньютонов. Вот все. Как вы видите, ну ничего сложного нет. Поэтому государственный экзамен единый можно сдать очень и очень хорошо, потому что вы учите физику на самом крутом канале, который называется... Физика это просто канал, на котором сложные задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Лайк не забудьте поставить. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok